Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Вчера Firaxis выпустили обновление, по-моему, на 3,5 гигабайт, короче, на несколько гигабайт обновления, и добавили возможность играть вот в испытание месяца. По описанию этой штуки, мне прям даже заинтересовало, я хотел записать прохождение, вместе со всеми его пройти, поиграть, потому что нам дают, называется испытание эпоха изобилия, нам дают Перикла, и цель, собственно, победить всех культурой. Все играют на одинаковой карте, в одинаковое месторасположение, у нас там два города есть сразу, тысяча монет сразу есть, и начинаем мы с эпохи Возрождения, то есть у нас всё открыто до Возрождения включительно. И вот цель победить культурой. Выглядело реально интересно и прикольно. В чём проблема, дальше расскажу. Началось всё с того, что Фераксис в очередной раз с дополнением сломала все моды, все моды, и люди даже, которые не хотят сыграть вот в это испытание месяца, у них перестали запускаться их, например, сохранённые игры. То есть все моды сторонние, вот все, которые вот здесь, например, где тут у нас контент, созданный сообществом, вот эти все моды, они поломаны, вы просто не можете запустить игру с ними, или загрузить сейф с ними, вам надо их все отключать. Всё сломано. То есть сейчас мододелы будут их, естественно, ремонтировать. Спрашивается, нахрена это было делать, если вы в игре ничего не изменили. Вот этот патч на 3,5 гигабайта, на 3,5 гигабайта, только вносит это испытание месяца. И вот эту плашку, которая теперь у нас есть в игре. Кстати, тоже прикол, вот смотрите, когда я выбираю, когда дополнительный контент, да, я не могу нажать сейчас, вот я вот нажимаю «Играть сейчас», не запускается. А у некоторых настолько моды, ну, на что-то влияли, что они, например, запуская игру, они теперь даже меню вот это не видят. То есть, чтобы увидеть это меню, надо отключить моды, а то есть им надо идти в Steam, получается, в Steam отписываться от модов, и только тогда они меню увидят. Вообще, это вообще какой-то прикол, просто как это можно так обновление делать? И, естественно, сейчас вот в этой плашке будет нам куча всего рекламироваться, 100%, сделанное испытание месяца. Ну, как будто этого мало, может, само испытание месяца интересно? Ага, щас. Нет, так-то, как я и сказал, условия вот этого челленджа интересны. Вы на одной карте со всеми пытаетесь добиться культурной победы. Но, проблемка, я тут уже сделал пару ходов, то есть, вы все появляетесь в этом месте. Во-первых, это не пойми, какая версия игры. Это точно не дополнение, тут нету затоплений, нету плотин, но при этом почему-то есть район заповедники и дипломатический квартал, которых в Ваниле нету. Но самое меня больше всего поражило, что тут нету губернаторов, то есть, в принципе, просто вот в техах, ну, где у нас обычно открываются губернаторы, даже нету такой иконки. Я подумал, может быть, типа, вы должны их еще открыть, но нет их и дальше нету, просто игра без губернаторов. То есть, они отключили несколько механик просто зачем-то для этого челленджа. Дальше смотрю, например, на промышленную зону, ведь я тут акведук типа строю, решил посмотреть на промышленную зону, нету соседства с акведуком у промышленной зоны. То есть, тут все изменено зачем-то. Получается, ты играл в игру, у тебя есть какие-то знания, и тебе полностью по-другому делают механику, убирают, один из слоев механики это губернаторов, убирают природные бедствия отсюда. Я еще, может, не все нашел, может, еще какие-то механики убрали. И это называется челлендж, потому что вы просто обеднили свою же игру. Мне просто это неинтересно. То есть, блин, а в чем челлендж? Это просто становится неинтересно, когда у тебя убрали несколько возможностей, которые у тебя есть в оригинальной игре, ты просто... Я лучше запущу оригинальную игру и сыграю. А где тут челлендж-то, собственно, победить культурой без каких-то возможностей, так это легче становится, вроде как. Тем более, тут сложность князь стоит вообще. И у тебя в уме есть механики, которые тут отключены. Да, они еще дополнительно естественный мультиплеер сломали, потому что там через моды играется. У меня реально тотальное дежавю, потому что что-то подобное было с пятой циллой, когда вышла Sid Mears Beyond Earth, да? То там типа обновили мультиплеерный код и решили, что его надо залить еще и в пятую циву. Оказалось, что они его обновили через жопу и перестали сетевые партии работать и там, и там. И чинили они это больше месяца. Я не знаю, когда вот выйдет это видео, починят ли они проблемы, которые сейчас они сделали в игре. Но в пятой циве они больше месяца это все дело чинили. А когда еще прикольнулись над пользователями Mac'а, у которых скачалось обновление, но у них никакого челленджа нету. То есть там они пишут, ругаются, что как это так? Скачали обновление, но челленджа все равно не вижу. Ну в итоге, получается, в Фераксис в очередной раз сломали игру. Сделали челлендж на самом деле тупо ради того, чтобы впихнуть вот эту плашку с рекламой в начальное меню. То есть они решили, ну что мы просто плашку сделаем, давайте как-то развлечем игроков. Но даже сам челлендж не смогли нормальным сделать. Хотя может кто-то из вас со мной не согласен и считает, что это нормальный челлендж. Но мне неинтересно играть, когда вы убираете механики, которые есть везде, а другие механики меняете на то, что было когда-то лет пять назад. То есть соседство промышленных зон, например. Но при этом почему-то остаются в игре заповедники. Кстати, и дипломатии тут получается тоже. То есть дипломатический квартал есть, но он не дает дипломатических очков. Ну то есть это как будто ванила. Как будто ванила без дополнений. Сломали все моды, которые были в этой игре. Я не против, ну... Я не против, чтобы конкретно этот челлендж проходить без модов. Согласен, это будут более равные условия. Но, блин, то, что вы сломали всем другим игрокам возможность сетевых партий, возможность их сейвы загрузить с модами, это, конечно, прикол. И мне поэтому и этот челлендж неинтересно теперь играть. Ну, ваши впечатления, надеюсь, в комментариях прочитать. Может быть, я не прав в таком наезде. И, может быть, надо было этот челлендж сыграть. Кто-то из вас сыграл его? Вот как вы считаете, он интересный, нет? Я, честно говоря, вот как пару ходов сделал, а потом пошел, почитал отзывы. Ну, потому что у меня, слава богу, меню не пропадало. У меня просто было включено всего два мода к тому моменту, когда я загружал. Игра у меня, когда я запустил вот эту, именно эту игру, она у меня не запустилась. Написала, отключите моды, я пошел, отключил все моды. И дальше запустилась. Но потом я почитал отзывы людей, что у них именно все моды сломались. Сломались. Вот представьте, вы играли, например, там на божестве какой-нибудь эпик. Эпик, да? Приходите с работы, думаете, ну сейчас я продолжу свои приключения. А Граус не запускается, не загружается сейв. Его класс. Вот спасибо. За что, спрашивается, деньги платил. И они это все сломали только ради того, чтобы поставить рекламный баннер в главном меню. Ну, по-моему, это жлобство какое-то. Еще раз напоминаю, вспоминается, года четыре назад, по-моему, уже так, Тукей и Фераксис ловили за руку, когда они программу шпиона в свои игры добавили. Тоже такое было, Red Shell. Тоже по этому поводу видео делал. Ну, ладно, на этом все. Играйте в умные игры и я не знаю, что с этой фигней делать. Конечно, ждем починки. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok